Тигры – самые крупные хищники из семейства кошачьих на нашей планете. Эти золотистые полосатые машины для убийства вооружены 10-сантиметровыми когтями и 10-сантиметровыми клыками. Когда эти грозные кошки сталкиваются, то результат может быть разрушительным. Именно с таким случаем столкнулся Джон Варти, когда два его тигра Рона Шайта сошлись в драке в его питомнике в Южной Африке. Я разгуливал по огромным территориям тигриных каньонов, где в каждой области живет доминирующий тигр-самец. Они крайне агрессивны в отношении соседнего доминирующего самца. Тигры родом не из Африки и привыкли к обширным территориям. Но в неволе доминирующие самцы вынуждены жить более тесно, что провоцирует территориальную агрессию. Этим утром я снял несколько кадров о Роне, а потом переместился на территорию Шайта. Я открыл ворота, и когда проехал их, то Рон бежал за моей машиной. Так что прежде чем я успел его остановить, он уже был на территории Шайта. Тигры убьют за территорию, а Шайта даже не подозревает о приближающейся опасности. Он сразу подошел к Шайту, попытался сбить его с ног и добраться до его глотки. Вес Шайта — 240 килограммов. Это дает ему преимущество, но Рон на 6 лет старше, и у него больше опыта борьбы. Он заходит за спину Шайта и атакует его передними и задними лапами, а Шайта лишь держит на расстоянии. В схватке доминирует захватчик. После короткой борьбы Шайта становится покорным, ложится на спину и демонстрирует свой живот. Они ненадолго разошлись, а потом борьба продолжилась. Схватка двух тигров — редкое и устрашающее зрелище. Я не был готов к жестокости этой схватки. Я перестал снимать, когда понял, что кто-то из них или они оба могут погибнуть. Я взял свою палку и стал бить их обоих. Я кричал, ругался, и, наконец-то, мне удалось их разнять. Это был огромный риск. Один удар лапой, и я мертв. Джон знает, что передышка долго не продлится, и ему нужно быстро вернуть Рона на его территорию. Когда он был маленьким, я сажал его в машину и брал с собой на охоту. Но я не делал этого уже несколько лет. Я бросил мясо в кузов грузовика, и в конце концов он запрыгнул туда, и у меня получилось отвезти его назад к безопасности. Сейчас Рон становится крайне агрессивным. Хороший мальчик, Рон, хороший мальчик. Все его морда расцарапано, передняя левая лапа порезана, сильно хромает. Я был счастлив, чтобы тигра выжили в жестокой схватке. Но не только Рону и Шайта нужно благодарить судьбу, что они остались в живых. Эта жестокая схватка научила меня, что у тигра достаточно мощи, чтобы убить меня в долю секунды. И мне не надо быть слишком самоуверенным. Я видел борьбу двух самцов льва, но ничто не сравнится с двумя большими тиграми.